Доброе утро, уважаемые телезрители! Начинаем передачи местного телевидения. Сегодня пятница, 14 января. Ознакомим вас с новостями города и района. Удачным был год минувший для коллектива Плентреста Барсельхозмонтаж. Несмотря на экономическую нестабильность, здесь выполнили строительно-монтажные работы на сумму более 281 миллиона рублей. По прямому договору с колхозом «Волга» произведен монтаж систем теплоснабжения, водоснабжения, канализации, оборудование котельной Каймашабашской неполной средней школы. Произведен капитальный ремонт теплосистем Истякской, Осавдебашской средней школы. Большой объем работ выполнен в подсобном хозяйстве НГДУ «Краснохомск-Нефть». На днях будут сданы в эксплуатацию цеха подсобного хозяйства «Кармановской ГРЭС», где выполнены аналогичные работы. В добром теплом слове, чутком внимании, больше чем кто-либо нуждаются люди, обделенные здоровьем, судьбой. Отрадно, что в последние годы усилилась работа в этом направлении. Создаются специальные службы, открываются счета милосердия. Больше становится желающих проявить гуманность в отношении больных и обездоленных. Именно с таким побуждением и был проведен в декабре декадник инвалидов. Вне этой гуманной акции на просьбу сектора социальной защиты откликнулись многие коммерческие структуры города. Отдел социальной защиты направил эти средства на новогодние подарки детям-инвалидам, сиротам, инвалидам с детства. 68 ребят со всего города изъявили желание заниматься в воскресных подготовительных курсах школы-гимназии номер 2. На конкурсной основе 46 из них отобраны для подготовки в гимназических классах. И 15 января состоятся первые занятия в подготовительных курсах. А в конце мая детям придется предстать перед экзаменационной комиссией. Всего же в школе-гимназии будет два первых гимназических класса. Один из них уже сформирован в детском саду номер 9, где дети также занимаются по специальной программе. Республиканский Центр Народного Творчества, Министерство Культуры проводит праздник театрального искусства, который будет проводиться с 24 по 30 января в городе Училы. Как лучший коллектив сезона 1993 года, Народный театр Янаульского района примет участие со спектаклем по пьесе Мудариза Мудфуллина «Охщакым гакирякми». Давайте пожелаем им успехов! Вашему вниманию мы предлагаем видеосюжеты о школе передового опыта, снятого на базе нефтепромысла номер 2 НГДУ «Краснохолмск.нефть». Материал подготовила Гульшат Галяновна Козырбаева. Гульшат Галяновна Козырбаев. На базе нефтепромысла номер 2 состоялась школа передового опыта на тему внедрения герметизированной системы сброса воды на Игровском нефтяном месторождении. Были приглашены главные специалисты, начальники отделов, начальники нефтепромыслов, начальники цеха автоматизации, цеха поддержания пластового давления, первичной подготовки нефти, прокатно-ремонтного цеха электрооборудования и энергоснабжения. С жизнью нефтепромысла номер 2, с историей его развития присутствующих ознакомил начальник нефтепромысла Ахмадеев Марсель Шакирович. Он вспомнил всех тех, кто участвовал в организации этого промысла, отметил вклад первого начальника этого промысла Тухватулина Камиль Гаталовича. В ходе выступления стало ясным, как рос и развивался нефтепромысел и каких успехов достиг на сегодняшний день. Марсель Шакирович отметил, что стабильное добыча, успешное строительство бригадных домиков в бригаде номер 1 и номер 3, строительство герметизированной системы сброса воды на Игрубском нефтяном месторождении достигнуто благодаря сплоченному дружному коллективу. Отмечен труд операторов по добыче нефти Ямеева Ивана, Габдрахфиковой Клюры и Диятова Алфита Абсалова и Люсе. Ведущий инженер нефтепромысла номер 2 Нурисламов Ранис Назипович подробно информировал о достоинстве и преимуществе построенной ими совмещенной трубной установки водоподготовки. Он доложил о специфических особенностях данной установки. В сообщении Нурисламова грамотные и присутствующие смогли ознакомиться с опытом строительства и пуска в эксплуатацию установки совмещенной трубной водоподготовки и согласования технологического режима ОСТВ с режимом работы БКНС-10. Начальник СНИПРа Гарифулин Тарасий Гидулович рассказывал о теоретических аспектах внедрения герметизированной системы сброса воды на месторождениях нефтегазодобывающего управления Краснохомск-НЕФ. Подобная установка ранее была построена на нефтепромысле номер 6. Начальник этого промысла Гореев Марат Газимович доходчиво объяснил о различиях установки Ченгакули на СУН-7 и здесь, в ЮСУКе. Вы видите установку совмещенной трубной водоподготовки, построенную в бригаде Хабибулина Марата на участке ЮСУК нефтепромысла номер 2. Коллектив этого промысла проделал большую работу. Эта установка сейчас работает. Необходимо отметить ее оригинальность и отличается она от предыдущей на СУН-7 нефтепромысла номер 6 компактностью и уникальностью. Уникальность ее в том, что откачка производится электроцентробежным насосом, что позволяет откачать нефть с большим количеством газа. Нет необходимости дополнительной сепарационной установки. В воде содержат нефтепродуктов. Нефтепродуктов, да. Свыше 500 миллиграмм на литр, если будет, то он должен... На эту же трубу, здесь вырезается, так ведь, выход от СНО. А это разрывная запишка. Разрывная закрыта будет, эти открыты будут. Только смонтировали недавно, вот только смонтировали недавно. А сейчас посмотрите видеосюжеты с колхоза «Правда». Фред Хамматович, меня 93-ши ил узыпта кетті. Ол сізның, сіздің колхозы үшін, не шегерек, нендерек болды? 93-ши ил, біздің колхозы қазмачинлары үшін зор санау елі болды. Тип, еттек табыла. Тип, еттек табыла, біздің колхозы үшін зор санау елі болды. Тип, еттек табыла, біздің колхозы үшін зор санау елі болды. Тип, еттек табыла, біздің колхозы үшін зор санау елі болды. Біздің колхозы үшін зор санау елі болды. Мы обращались к буршу, орпа, буршу семинары. Мы не можем снять буршу семинары, чтобы мы не будем снять буршу семинары. В этом году, как буршу семинары, есть буршу семинары, мы не можем снять буршу семинары. Но мне не понравилось, но это не понравилось. В 2013 году, когда у меня в Керим области, мы проиграли 145 тонн области. В этом году мы в Казахстане, в Казахстане, в Казахстане, в Казахстане. Мы в Казахстане, в Казахстане. Мы в Казахстане, в Казахстане, в Казахстане. Мы 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 в Казахстане, в Казахстане. В Казахстане, в Казахстане. Мы в Казахстане. Мы в Казахстане, в Казахстане. Мы 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 в Казахстане. день кто вас научил вот этому искусству это меня научил мой отец по улицской артель ударника вот там раньше был такой промкомбинатор это значит было так чтобы не забыть пятьдесят пятьдесят третьем пятьдесят четвертом году ну после этого вот там я проработал и ушел значит и работал в ангосяке работал я там пила рамшиком тоже работал в ангосяке дертелинском районе дертелинского района переехал я вот сюда в янаульский уже район вот и вот так пошла и пошла моя жизнь здесь уже живу 25 лет уже а дети у вас есть ну все отдельно живут дочь живет пенауле а два сына живут вместе камске дмитрий михайлович настоящий момент какие работы вы производите ну я вот произвожу вот сами делаю колеса делаю ну и там телеги делаем все что что требуется для населения вот комхоза у нас здесь бывает и четыре человека и два человека и когда я один остаюсь и все пенсионеры да дома сложа руки никто не сидит у нас это вот мы так и решили что пока у нас есть здоровье значит поэтому и давай уж лучше будем до конца ходить то ну работы сама себе мы для этого родились работать желаем вам крепкого здоровья а Субтитры создавал DimaTorzok 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 Во время зимних каникул работники Дома пионеров и школьников провели новогодние утренники для ребят, а также для детей-инвалидов, опекаемых детей, детей-сирот. В годы 14 января сотрудники Дома пионеров и школьников пригласили малышей из детского сада номер 2 на игру «Дори мифосолька». Участливали малыши трех групп. Детский сад номер 2 поддерживает постоянную связь с Домом пионеров. Вместе ездили в город нефтекамственно благотворительный смотр в конкурс «Улыбается Алиса». Игру провела культорганизатор Дома пионеров и школьников Гульнара Ахмедханова. Дома пионеров Прямо сразу, что уж пришло, конец мы будем. Итак, танцуем, Валерь, залейте нам музыку. КОНЕЦ 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 Ну, молодцы, да, вот что это тут у меня? Сколько в ней билось? Одни в ней! Одна! Одна! Опять все с Академой отгадали! Ну, ничего, играем дальше! Почему, раз, улытишка? Где ботинок? Нет ботинка! Тишка, засчитай сперва, что у ботинка было... Два! Кто первый сказал? Два! Остальные три! Впередом! На первых, куда? А раз, два, сели, остальные? Да! Нет ботинка! Может, бублика, потому что он кругленький, но как его не назовешь, он называется... Нет, не мяч! Нет, не мяч! Нет, не мяч! А может, публика? А публики и дырочка! Кто-то собой! На этом передачи местного телевидения окончены. Всего вам доброго. До свидания. До новых встреч.